Итак, то, чего вы так долго ждали. Мы забираемся внутрь ИС-7. Важно не умереть в процессе. Мне и правда не терпится всё там посмотреть. Что ж, я проявил недюжинную выдержку, так что я действительно вижу интерьер машины впервые. На месте командира вполне удобно. Спереди командиру ничего не мешает, довольно просторно. Не так, как на многих машинах, когда колени командира упираются в наводчика. Сразу можно заметить, что подбашенная корзина отсутствует. Здесь есть пол, своего рода платформа. Так что ноги есть куда поставить. Но вот ограждения, которые должно защищать ноги, чтобы их не схватил монстр из башни, здесь нет. Возможно, его демонтировали. Или собирались установить позже, если бы машина пошла в серийное производство. Если вы не знаете, кто такой монстр из башни, это такое мифическое существо, которое живёт внутри танка, и когда башня поворачивается, хватает различные предметы и прячет их где-то внутри. Обычно это нужные вещи. Вроде ручки, компаса или кодов для радиостанции. Не гнушается он и схватить незадачливого танкиста за выступающие части тела. Впрочем, я отвлёкся. Перед командиром размещались патронные коробки для боеприпасов калибра 14,5 мм, а ещё чуть дальше находилась укладка патронов калибра 7,62. Это похоже на пульт управления системой внутренней связи. Для обзора у командира есть… Так, давайте посчитаем. Один, два, три квадратных смотровых призмы. Они не вытянутые, поэтому сектор обзора не такой широкий, как обычно бывает в таких командирских башенках. Основным смотровым прибором был вращающийся перископ, размещенный в люке. Так что ничего страшного, что призмы довольно маленькие. Прямо позади командира находилась укладка снарядов, поэтому сильно откинуться назад нельзя. Если ноги размещены как положено, на рабочем месте командира довольно удобно. Больше здесь рассказать не о чем, поэтому давайте посмотрим на место заряжающего. Итак, я около сидения одного из заряжающих. Кажется, что оба сидения почти идентичны. Я говорю сидений, но на самом деле оно было демонтировано, а сижу я на своего рода полке для зарядов. Заряжающему тут может быть немного тесновато, но если он сидит, то для него это не проблема. Стеллажи для хранения боеприпасов тут почти везде, где можно. Изнутри хорошо виден наклон бортового бронелиста, о котором я говорил в первой части. Стеллажи для снарядов находятся над этим бронелистом, который выгибается наружу. Четыре снаряда хранились рядом с сидением командира в вертикальном положении. Ещё одна укладка боеприпасов находится в передней части корпуса. Сверху большой люк, который использовали оба заряжающих. Справа находится лампа с плафоном, а впереди, над казённой частью орудия, под кожухом установлен вентилятор. Думаю, всем известно, что здесь место заряжающего не совсем обычно. На ИС-7 установлен ручной механизм заряжания. Изначально на транспортере шесть снарядов, а седьмой уже может быть заряжен. После выстрела затвор открывается сам, стрелянная гильза выпадает, ударяется о небольшой металлический жёлоб снизу и отбрасывается в сторону. Затем нужно послать в казённик следующий боеприпас. Для этого сначала нужно передвинуть снаряд, который просто падает вниз на транспортер и начинает двигаться по нему вперёд. Затем ту же операцию заряжающий повторяет с зарядом, который тоже начинает двигаться по транспортеру. Когда снаряд и заряд приближаются к казённику, лоток транспортера поднимается вверх параллельно к крыше корпуса. Лента транспортера не до конца входит в казённик. В инструкции для досылателя, кнопки, кстати, я не могу найти, есть специальное пояснение по этому поводу. Если механизм заряжания выходил из строя, заряжающие брали Т-образный ручной досыльник и заталкивали снаряд и заряд в казённик. Затвор казённика поднимался и закрывал зарядную камеру. Орудие заряжено, держим дистанцию, огонь. Повторяем всё сначала, пока не используем все шесть боеприпасов в механизме заряжания, плюс тот, который был заряжен сначала, а потом нужно снова загружать боеприпасы на транспортер. Как я уже говорил, я сижу не на сидении заряжающего, а на стеллаже для зарядов. Могу только представить, как бы тут было тесно, если бы я сидел на сидении. Я пытаюсь понять, как заряжающий должен был брать и переносить боеприпасы, особенно немаленькие 130-мм заряды, хранящиеся в башне или возле сидения наводчика. Наводчику приходилось бы подниматься, чтобы заряжающий мог добраться до снарядов. Отлично, что в сидении наводчика есть специальная выемка, которая позволяет достать нужный снаряд. Но на самом деле заряжающий всё равно вряд ли бы носил боеприпасы и загружал их на транспортер посреди сражения. Скорее всего, в стычке вы бы использовали 3-5 снарядов. Все 7, наверное, не понадобились бы. Затем бы в бою наступило затишье, во время которого и можно было бы дозагрузить в механизм заряжания все 6 боеприпасов. Помимо всего прочего, слева от заряжающего находится квадрант для стрельбы закрытых позиций, который оснащён спиртовым уровнем. Также рядом с заряжающим находится стопор башни в походном положении. Следующая остановка — сидение наводчика. На месте наводчика тесновато. Проблема в том, что приборы ручного управления наведением орудия находятся прямо передо мной. Я думаю, что даже человек ниже меня ростом не смог бы удобно здесь расположиться. Основные приборы управления наведением знакомы современным танкистам. Здесь есть рукоятки с гашетками, с помощью которых и управляют всей системой наведения. Наведение по вертикали осуществляется наклоном рукояток, а по горизонтали — поворотом механизма направо или налево. Стоит сказать, что в других советских танках и большинстве западных танков того времени способ горизонтального наведения больше напоминает руление. Слева находится ручной привод поворота башни. Основной прицел наводчика находился здесь. Наводчик прислонялся к ним лбом. Он использовался для ведения огня из орудия и спаренных пулемётов. Их несколько. Также здесь есть два смотровых прибора, похожие на те, которые мы видели на рабочем месте командира. Но перископа для кругового обзора сейчас нет. Думаю, что он мог бы устанавливаться вот здесь. Наверное, его разработали позже, и он предусматривался не для прототипа, а для более поздних машин. Надеюсь, что это было так, иначе наводчик был бы фактически слеп и не смог бы должным образом ориентироваться в обстановке на поле боя и обнаруживать цели. Справа любимые игрушки наводчика. Большой ствол 130-мм пушки С-70. Фактически это модификация корабельного орудия. Начальная скорость полёта снаряда весом 33 кг составляла 900 метров в секунду. Осколочно-фугасные снаряды тоже были весьма эффективны. Скорострельность составляла от 6 до 8 выстрелов в минуту. Я бы сказал «за минуту». Потому что, когда отстреляны первые несколько снарядов, придётся загружать новые снаряды в механизм заряжания. А это займёт гораздо больше времени, чем сама стрельба. Пулемёт калибра 14,5 мм. Похоже, что его сначала демонтировали, а потом наспех вернули на место, чтобы танк выглядел соответствующе. Если здесь и было штатное крепление для него, то сейчас его нет. Ещё два спаренных пулемёта SG-43 калибра 7,62 также не установлены на эту машину, хотя место под их установку есть. Огонь открывается нажатием указательными пальцами на электрический спуск. Потом орудие возвращается в положение для перезарядки, как и должно быть при механизме заряжания с транспортером. Не знаю, как это происходило при ручном наведении орудия. Предположу, что наводчик вручную возвращал орудие в нужное положение, или, может быть, заряжающие брали на себя дополнительные обязанности, чтобы правильно зарядить следующий снаряд, так как казённик пушки и жёлоб транспортера не совпадали по оси. Люк наводчика поворачивается на шарнире, а также оснащён системой рычагов, чтобы поднимать, опускать и фиксировать его в нужном положении. Электрические приборы слева. Понятия не имею, зачем они. Ручки, переключатели, я уверен, что они здесь не просто так. Если вы хотите узнать, для чего они, вам придётся спросить у кого-то другого, потому что я не знаю. Итак, с башней мы закончили, теперь посмотрим на место мехвода. И вот я на месте мехвода. Думаю, что смог бы управлять этим танком. Не могу сказать наверняка, потому что педаль сцепления совсем не отрегулирована. Но если бы она была ниже, рядом с педалью газа, думаю, управлять машиной было бы вполне удобно. Сидение опущено вниз до конца. Пожалуюсь на подушку сидения, потому что она примерно вот такой толщины, что есть, что нету. Это может доставлять определённые неудобства при долгих маршах. Ну, конечно, если вы не захватили свою подушку. Но, в принципе, это не так уж и важно. Для обзора у мехвода есть три перископа. По одному с каждой стороны крыши корпуса. Ну и, конечно, главный перископ по центру, установленный в люке мехвода. Итак, начиная с левой стороны, по кругу. Укладка 130-мм боеприпасов. Здесь полка для аккумуляторов. Сейчас их здесь нет, но можно увидеть провода, к которым они подключались. Приборная панель. Обычная панель, ничего особенно необычного. Разве что спидометр, который находится с правого края, оснащён странным шарообразным циферблатом, который я видел до этого только на БТ. Выключатель электропитания прямо между ног. Прямо перед мехводом — кнопка стартера. Ну и, конечно, нельзя забывать о клаксоне. Двигаемся направо. Баллоны с сожжатым воздухом для воздушной системы запуска двигателя. Если погода настолько холодная, что машина не заводится, нужно открыть вентиль, и двигатель заработает. Восьмиступенчатая коробка передач. На ранних образцах передач было шесть, а на этом и семь, уже восемь. Просто начинайте с первой передачи и переключайте рукоятку вверх. Рукоятка справа включает задний ход, если находится в переднем положении, и передний, если потянуть её назад. Надеюсь, вы всё поняли. Несколько огнетушителей справа. Большой телескопический механизм для крышки люка мехвода и ручной газ. Что здесь есть ещё? Несколько отделений для хранения запасных ламп, аптечек и прочих мелких вещей. А вот здесь, сзади, могли храниться патроны для пулемётов. Всего в ИС-7 было около 2500 патронов калибра 7,62 и около 400 патронов для пулемётов калибра 14,5 мм. Управление осуществляется с помощью рычагов. Они также выполняют и функцию тормозов, о чём говорит, во-первых, отсутствие педали тормоза, а во-вторых, сверху на рычагах есть кнопка блокировки, которая превращает рычаг в ручной тормоз. Здесь прогрессивная система управления, но разворачиваться на месте танк не может. Ну, хотя бы управлять им проще, чем машиной с управлением с помощью торможения фрикционов. Хорошая коробка передач и двигатель позволяли разгонять этот танк весом более 60 тонн до 60 км в час. Неплохо! В целом, место мехвода вполне удачное. Для обзора здесь также есть три смотровых прибора. Два в корпусе по бокам и один в крышке люка. Кроме того, здесь вполне просторно, так что место мехвода получает высокую оценку. Это было весьма опознавательно. Я так точно узнал много интересного, пока исследовал танк. На вооружение машина так никогда не поступила. Было построено шесть прототипов, чуть позже выпущена небольшая предсерийная партия, а потом весь проект закрыли. И если посмотреть на танк критическим взглядом, можно понять, почему. Давайте не будем учитывать странное решение с кучей пулемётов. Можно было бы убрать как минимум пять пулемётов, и я думаю, что если бы танк пошёл в производство, то так бы и произошло. И получился бы великолепный танк прорыва, достаточно быстрый для штурма, хорошо бронированный и способный вести весьма эффективный огонь. Но это всё, на что был способен такой дорогостоящий тяжёлый танк. Т-10, он же ИС-8, всё же чуть лучше подходил для затяжных боёв и боевых действий в целом. Был заметно дешевле в производстве, и транспортировать его было гораздо легче. Так что решение принималось по совокупности всех факторов. Командование было право, что сделало ставку на серию ИС-8. И всё же ИС-7 — это впечатляющее технологическое достижение конструкторов, и замечательно, что танк сохранился до наших дней. Как обычно, надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Увидимся в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова